Добрый вечер. Информационная картина дня в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасии Шменева. Сегодня. Отравление газом официальная версия. В поселке Межозерный Верхнерайского района в шахте при взрыве пострадали люди. Один шахтер погиб, шестеро были госпитализированы. В ближайшее время к расследованию инцидента подключится специальная комиссия. Многофункциональные центры проверяют магнитогорских пенсионеров на выносливость за получением субсидий. Стоят и сидят часами. Чтобы взять талон, пенсионеры и инвалиды приходят сюда в 5 утра. Добровольно принудительно и в целях их же безопасности в Магнитогорске расселили жильцов аварийного подъезда дома на улице Московской. Территорию возле подъезда по периметру огородили бетонными блоками и сеткой, а квартиры для сохранности имущества поставили на сигнализацию. Начнем выпуск сообщений о чрезвычайном происшествии в Верхнерайском районе при производстве взрывных работ. На шахте погиб один и пострадали шестеро горняков. Причина отравления газом. По данному факту к проверке приступили сотрудники следственного комитета. В ближайшее время для выяснения обстоятельств трагедии создадут специальную комиссию. На месте происшествия побывал Игорь Болонин. Трагедия произошла на Узельгинском руднике в поселке Межозерный. По данным следствия, в шахте на глубине 300 метров один из взрывников расчищал завалы пустой породы. После детонации очередного заряда наружу вырвался газ неприродного происхождения. Это газ, являющийся продуктом взрыва. То есть, возможно, работавшая перед этим смена после взрыва образовалась в породе какая-то капсула, где этот газ находился, пока уже погибший наш не потревожил эту капсулу и газ не вышел. Либо уже после произведенного им взрыва газ остался в доступности для вдыхания. Коллеги бросились на помощь к отравившемуся газом взрывнику. Но спасти его не удалось. Мужчина скончался в машине скорой по пути в Училинскую районную больницу. Жизнь остальных шести пострадавших вне опасности. На месте происшествия было задействовано 30 человек, 7 единиц техники. От МЧС 17 человек, а 3 единицы техники. Эвакуации в руднике не производилось. За пару часов до происшествия на предприятии к работе приступила очередная ночная смена. В общей сложности 270 горняков. За исключением того самого небольшого участка, где и произошла утечка газа, работы продолжились в штатном режиме на всем руднике без остановки производства. Это, по словам следователей, не первый случай гибели людей при взрывных и горных работах на Узельгинском месторождении. Однако по тяжести последствий происшествия одно из самых серьезных за последние годы. Главное, что предстоит выяснить следствию и членам специальной комиссии, насколько четко и строго на предприятии соблюдали технику безопасности и нормы охраны труда. Особенно в ту ночную смену, которая для одного из горняков стала последней. Игорь Болонин, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск из Верхнеуральского района. К другим темам. Губернатор Борис Дубровский предложил кандидатуру первого заместителя прокурора Челябинской области Владимира Можина на должность омбудсмена, сообщает пресс-служба главы региона. Магнитогорцам его представлять не нужно. Больше 10 лет Владимир Алексеевич проработал в надзорных органах нашего города. Отметим, что на должность, которую сейчас еще занимает Алексей Севастьянов, претендует 38 человек. Согласно предусмотренной законопроцедуре, кандидатура нового уполномоченного должна быть внесена на рассмотрение законодательного собрания за месяц до истечения срока полномочий действующего омбудсмена. В многофункциональные центры сбоя в нашу телекомпанию обратились возмущенные пенсионеры. По их словам, чтобы оформить субсидию, им приходится приезжать в МФЦ в 5 утра. Позже талонов не достать. Многие уже вторую неделю приходят сюда безрезультатно, а те, кому удалось взять заветный талон, чтобы попасть к специалисту, стоят в очереди целый день. Какой ценой приходится добиваться положенных им субсидий, узнавала Юлия Черешнева. Лидия Александровна 76. Передвигаться женщина может только с помощью вот этой конструкции. Приехала в МФЦ ни свет ни заря на маршрутке. Сама. Пришла в 6. Еще только талон получила в 22. Наша съемочная приехала в МФЦ в полдесятого утра, поэтому большой очереди уже не застала. В зале те счастливчики, которым достался талон. Но, говорят пенсионеры, их муки на этом не закончились. Теперь им предстоит просидеть в ожидании весь день. Вот только два человека приняли с полдевятого. За час два человека. Это сидеть нужно мне часов до трех дня, а тут, наверное, до пяти вечера будут сидеть. Специалисты управления соцзащиты должны принимать в двух окнах, но работает только одно. Причина, говорят, дефицит кадров. Но утверждают, такая ситуация временная. Она наблюдается только в последние дни. Все лет очередей не было. Вторую неделю талонов нет, талонов нет. Я гипертоник. Вот сейчас на клофелине, на уколах все. Сейчас пришел опять. Просьба, пусть они наделают талонов. Пришел человек, взял, ага, смотрит. Там число на 12 сентября. А это кинут на драку собаку в пять часов. Остальные приходят. Нет и нет. Ну, надо же какие-то принимать, это же издевательства. Потому что уже талончики все разобраны. Талончики разбирали за два месяца, за три месяца, за шесть месяцев до настоящей даты. Поэтому талончиков в ближайшее время нет. Однако же есть запись ежедневная. То есть приходишь утром и берешь порцию талончиков на текущий день. И предлагают осваивать 70-летним компьютерные технологии. На портале госуслуг всего за несколько минут можно зарегистрироваться и подать заявление на субсидию. После чего придет приглашение на прием в МФЦ в определенный день и время. А те, кому не по силам освоить просторы интернета, могут прийти на Октябрьскую 32 и Советскую 123. Там пенсионерам помогут зарегистрироваться на сайте. Так что все проблемы от незнания, говорят специалисты соцзащиты. Как, к примеру, и волокита с ксерокопиями документов. Мы для этого продумали лист сверки документов, в котором мы указываем все реквизиты их документов, номер, дата. И чтобы они не делали ксерокопии, мы просто сверяем оригиналы, они предоставляют, и с этим листом сверки. Все, специалист ставит свою подпись сверено, печать, и никаких копий документов от них не требуется. Между тем, в списке требуемых документов они указаны. А вообще, заверяют специалисты, торопиться некуда. Документы необходимо подать до 15 октября включительно. Можно, конечно, подождать. Вдруг очередь действительно исчезнет. Только если прийти в последние дни и талона не хватит, это уже будут ваши проблемы. Переехать на временную жилплощадь все же пришлось жильцам аварийного подъезда дома на улице Московская, 20. Квартира опечатана, установлена сигнализация. Мы уже рассказывали в наших выпусках о проблемах собственников. Дом, построенный еще в 60-х, дал трещины с ладонь. В целях безопасности и для дальнейшего ремонта жителей пришлось переселить. Как долго придется находиться вдали от родного гнезда, интересовалась Ольга Беличенко. Пройти мимо дома Дина Губайдулина не может. Обязательно зайдет посидеть на дорогой сердцу лавочки. В 1960-м переехала в новенькую однокомнатную. Спустя более полувека родное гнездо пришлось покинуть. Теперь живет у знакомых. Дом построен на болоте. Ни шестиметровые сваи, ни мощный фундамент, ни ремонты противостоять природе не могут. Эксперты дали заключение. Опасно для жизни. На всех окнах в подъезде установили вот такие металлические каркасы. Но они, к сожалению, не помогают. Дом рушится буквально на глазах. Еще в 2009 году на стенах появились вот такие специальные маячки, которые фиксируют появление трещин. А трещины, словно паутина, медленно, но верно опутывают весь дом. Уже жильцы и второго подъезда живут как на пороховой бочке. У всех капитальный ремонт, вот нашим у всех капитальный ремонт. Столько денег вбухали, все же поменяли. И двери, и окна, все поменяли. И сейчас вот все это бросить, это же никто ничего не оплатит. Второй подъезд выселять пока не планируют. Разобраться бы с первым. Здесь 12 квартир. Покидать годами обживаемые площади собственники не собирались. Выселить в целях их же безопасности пришлось добровольно принудительно. Трем семьям с этого дома предоставлено жилье из маневренного фонда администрации города. И все остальные разъехались кто по родственникам, кто-то, ну, кто, где было у кого, куда разъехаться. В общем, люди разместились там на время, пока решается вопрос по приобретению для них жилья. Квартира опечатана, сигнализация на окнах и дверях. В подъезде сейчас работает служба безопасности, чтобы мародерам неповадно было. А специалисты проводят обследование конструкции. Подлежит ли многострадальный дом восстановлению и будет ли в нем безопасно жить, вердикт вынесут в ближайшее время. Ольга Беличенко, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Как правильно платить за услуги ЖКХ? В Челябинской области открылась школа грамотного потребителя, а также кто досрочно стал победителем мемориала Рамазана. И каким образом болельщик мог переломить хоть игры металлурга и авангарда? Об этом расскажем после рекламы. Дождитесь ее завершения, не переключайтесь. Обручальные кольца по 1900 рублей за грамм. Каменный цветок. Ювелирные салоны для разумных людей. Имей в виду, за этот планшет и будешь должен мне 270 пятерок. Но можешь отдавать их по частям каждый месяц по... 35! Точно! В терминале рассрочка без первого взноса до двух лет. Терминал покупки доступнее, чем кажется. Успей в августе! Пуховики от 3000 рублей. Магазины Пуховик. Вы купили Алмак. Почему? У меня еще в советское время в санатории магнитами ищу. Алмак нужен, чтобы нормально ходить. 35 лет нам, скидка вам. Только в августе праздничная скидка в сети магазинов Медтехника Интермет. В кооперативе «Домашний» приумножьте накопление. Или возьмите за им кредитный потребительский кооператив «Домашний» 39 64 65. Яркие приключения, солнечные эмоции, экстремальные впечатления. Мы отдыхаем по-разному, но неизменно одно. С пиццей Сергейс отдых гораздо вкуснее. Сергейс Пицца. Лето, как я люблю. Школьный сезон в магазинах «Молния» и «Спар». Тетрадь 48 листов в клетку 5,90. Ручка шариковая, автоматическая синяя 5,90. Никогда прежде лечение мышц, связок, суставов и костей не было столь простым, безопасным и эффективным. Врачи научились избавлять своих пациентов от самых тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата при помощи света. Лазеротерапия последнего поколения, не имеющая аналогов во всем мире, стала доступна жителям Магнитогорска в медицинском центре «Медиост». С помощью уникального аппарата можно на первой же процедуре экупировать острую боль, снять отек, воспаление и способствовать скорейшему восстановлению поврежденных тканей. Уникальность метода в действии импульсов сверхвысокой мощности. Как бы глубоко не располагался болевой участок, высокоинтенсивный лазер достигает его. Здоровые ткани при этом остаются нетронутыми. Традиционные аппараты на это не способны. Данный лазер в сотни раз превосходит по мощности обычный лазер. Но благодаря тому, что луч проникает вертикально, а импульсы краткосрочны, он не несет риска травматизации, не вызывает ожогов в коже, мышцах и других тканях. Инновационная технология действует быстро, безопасно и интенсивно. Новый лазер может моментально снять боль, но этим не ограничивается его ценность. Достигая очага патологии, лазер запускает активный синтез здоровых клеток в поврежденных тканях и может служить альтернативой хирургическому вмешательству. После травмы никак не мог избавиться от боли. По ночам иногда долго не мог уснуть, мучила боль в руке. Ко второму сеансу уже верится, что скоро смогут избавиться обезболивающих и жить нормально. Буду рад. Мы знаем, сколько страданий порой приносят заболевания позвоночника и суставов. И рады предложить магнитогорцам современный и эффективный метод лечения, быть первыми в городе, кто внедрил эту инновационную технологию. В эфире «Вести Магнитогорц». Продолжаем программу. Теперь узнать все подробности о капитальном ремонте, в том числе о возможности провести его раньше намеченного срока в случае крайней необходимости, жители Челябинской области могут узнать на занятиях школа грамотного потребителя. Здесь, как и в колл-центре, принимают в день около тысячи звонков, отвечают на все вопросы жителей многоквартирных домов. Лекции проводят представители 11 министерств и ведомств. Колоссальное количество записывающихся людей, которые интересуются, которые с радостью идут. И, вы знаете, уже сформировалась даже группа, они там все познакомились, и они ходят на каждый семинар, на каждый, на каждый. Наконец-то люди сами тоже стали интересоваться, залезают в жилищный кодекс, там вопросы возникли, они уже к специалистам приходят и спрашивают. Как платить меньше за квартиру, какие существуют тарифы и льготы? Уже сейчас в программе заявлены 23 тема. Одной из самых популярных стала тема капитального ремонта домов. Сейчас уже, скажем, пласт вопросов переместился именно в плоскость самого проведения капитального ремонта. Что можно сделать, когда можно сделать, что можно раньше, что можно позже, а как быть, если далеко до планового срока. То есть вот эти конкретные вопросы связаны непосредственно с проведением работы. Магнитогорский разъяснительная работа с жильцами проводится в рамках проекта «Управдом». Еженедельно представители регионального оператора и специалисты УЗПП рассказывают горожанам, куда идут деньги. По последним данным, магнитогорцы стали активнее оплачивать квитанции за капремонт, и сделали это уже около 30% жильцов. Специалисты говорят, свою роль сыграло и то, что прием платежей с июля ведется и в кассах ЕРКЦ. Отметим, сейчас по этой программе в магнитке идет ремонт 14 домов. От небольшого поселка до района сотый, так называется, уникальный малоэтажный поселок, возводить который начали в южной части города. Сейчас заканчивают прокладывать коммуникации, и уже началось строительство первой очереди домов. Это будут комфортные дома площадью от 80 до 170 квадратных метров. Не очередная ли эта утка предприимчивых бизнесменов желанием обогатиться, интересовался наш корреспондент. История этого поселка началась два года назад. Тогда сотрудники компании «Уралтеплоприбор» решили построить для себя и друзей малоэтажный поселок Соты. Предприятию 18 лет, текучки нет. За эти годы сложился дружный коллектив профессионалов, а именно крупнейшая на Южном Урале инженеринговая компания в области промышленной и гражданской энергетики. Мы согласовали проект планировки данной территории, при которой наши идеи, которые у нас возникали для строительства маленького поселка, мы развернули полностью на всю территорию, на 163 гектара. Поскольку Соты расположены на территории города, проблем с главными благами цивилизации не возникло. 100% у нас будут строиться инженерные коммуникации, подключаемые к магистральным сетям города. Все проекты согласованы у нас, получатся технические условия, лимиты на подключение. В августе месяце совместно с водоканалом мы делаем врезку по воде. Начиная с сентября месяца мы приступаем к строительству газоснабжения. Соты – это не просто поселок, а целый малоэтажный микрорайон с развитой инфраструктурой, парками, спортивными площадками, велодорожками, социальными и коммерческими объектами. Планировки продуманы до мелочей, поэтому даже небольшой, площадью 80 квадратных метров дом, будет уютным и комфортным для проживания. И обязательно с выходом в сад. Кстати, дороги в Соты обещают асфальтировать сразу, причем с тротуарами. Место для поселка, а это за землями ТСС и широкой полосой садов, выбирали скрупулезно. Это прекрасная экологически чистая земля. Мы делали анализы, и они показали, что эта земля действительно чистая. Там почти метр чернозема. Там отличная роза ветров, там есть свежий воздух практически всегда. Это предгорная долина, которая всегда обдувается свежим, прекрасным горным воздухом. А еще три заезда в город без пробок и прямой выезд, хоть на горнолыжные центры, хоть в область. Красиво и комфортно, как известно, жить не запретишь. И отрадно вдвойне, что Соты — это не миф, а реальность. Ольга Беличенко, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. В эти минуты магнитогорцы встречаются с екатеринбургскими хоккеистами независимо от результата этого матча. Автомобилист уже неожиданно для многих не только выиграл Кубок Рамазана, но и сделал это досрочно. А накануне второе поражение подряд на домашнем турнире потерпел Металлург. На этот раз очки у хозяев забрали омские хоккеисты, непобедимые в этом межсезонье. Очень переживала, что не поймала злополучную шайбу. Мария Дронина. Омск, некогда бывший принципиальным соперником, похоже, решил вернуть себе статус. Магнитогорцы уже дважды в этом году проиграли авангарду. Оба раза на Кубке губернатора. И начало первого периода на мемориале Рамазана, казалось, было началом реванша. Оскар Осола забитому голу радовался как самому важному в сезоне. Магнитогорцы атаковали много и опасно. На воротах гостей так и остались в тени Дениса Костина. На последних минутах первого периода Тимкин играет локтем, и авангард реализует отложенный штраф. У нас было хорошее начало. Осола забил быстрый гол, но, к нашему сожалению, авангард бился более отчаянно. У них до этого не было очков, поэтому мотивация была повыше. Магнитогорцы выстрелили в меньшинстве целых пять минут, но проиграли борьбу в равных составах, и авангард все-таки вышел вперед. Окончательно дверь фортуни магнитогорца закрыл этот мужчина. Вернул на лед нефортовую шайбу. И через пару минут она снова была в магнитогорских воротах. Второй период провалили, допустили свои ошибки, чем авангард воспользовался. Ну, считай, первый период за нами был, вроде. Потом удаление выстояли, и вот после этого пошли ошибки у нас. И в большинстве пропустили. В конце второго периода проворный Ян Коврыш не растерялся и сократил отставание в счете, но меньше минуты и контратака приносит гостям четвертую шайбу. Когда Василия Кошечкина заменили на шестого полевого, магнитогорцы были близки не раз ко взятию ворот, но Денис Костин оказался стеной. Александру Пережогину никто помешать не мог. Пятая шайба влетела в пустые ворота. Ну, сегодня, я думаю, был принципиальный матч. Это у хозяев выиграть и третий матч к ряду. Я, конечно, очень надеюсь и хочу, чтобы мы в чемпионате перенесли эту же игру, чтобы побеждать. У «Металлорга» есть еще неделя, чтобы найти короткую, а самое главное – верную дорогу к Омским воротам. 27 августа команды вновь играют, но теперь уже в чемпионате КХЛ. Мария Дронина, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Новообзакова ночью ожидается плюс 6,8, днем до 18, выше нуля. В Магнитогорске пасмурная погода, но без осадков ночью до 9 градусов, тепло днем плюс 17,19. Завтра новый день и новые события. О них 19.35 на телеканале «Россия». Не пропустите. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин